Приветствую уважаемые подписчики на нашем канале. Мы находимся опять в Чернобыле. Прекрасная погода. Пройдемся по одной из улиц. Это улица Ленина, центральная, которая находится в Чернобыле. Вот мы видим одно из зданий. Написано улица Ленина. По правую сторону находится вот такой угловой дом. Наверное частный был. И по правой сторону видим улица Ленина. Номера не видно. Находился магазин. Это мы знаем. По-моему даже мебельный. Точно не знаю. Что-то как-то информация из головы вылетела. Но при видимости мебельный был. Также по правой сторону видим одно еще сооружение, здание. Это частный дом. Вот здесь мы видим вот такой вот дом. Видимо учреждение было. Кованые входные двери. Вот такой дом из белого кирпича. Табличек нет. Где будут таблички, мы будем показывать, ацентировать внимание. С этой стороны такой дом. Ну цель какая этого видео. Показать. Ну если кто-то эвакуирован был из города Чернобыля. Вот. И узнает свою усадьбу. Более через промежуток, более чем 30 лет прошло уже. Вот. Здесь проходная вот такая вот улица была. Как она называется? Неизвестно. Вот улица Ленина. Вывеска. Есть улицы. Вот сейчас поближе. А где был номер, видите, остался след. Снято было. Вот. Это дом большой. Наверное, два хозяина. Вот. Здесь вот такой вот разрушенный дом. Кирпича. Вот. Ну крыша пришла в негодность. И соответственно через какое-то время и дом приходит в негодность. Там вдалеке вот есть усадьба. Здесь улица Ленина. 12. Тоже частный дом. Вот еще интересно даже сохранились. Вот занавесочки висят. Видите, да? Приблизился. Не знаю, насколько фокусировка. Фокусировка. Но там даже занавесочки есть. Кровать внутри стоит там. Ну возможности нет. Не будем туда доходить. Вот такой вот дом. Улица Ленина. Номер 7. Вот. Приусадебные постройки, которые были, они развалились уже все. Сарай, видимо, какой-то был там. Вот. Здесь усадьба, ничего нет. Ну это место нам знакомое. Где-то находится лес Хозах. Чернобыльский. Вот помните, там он автобус стоит, перевернутый. Здесь внутри контора сама находилась. Клуб. Помним мы его. В противоположной стороне улица Ленина 9. Вот такой домик. И здесь улица Ленина подписана. Номера нету, снято. Так, а ну тут интересно записи такие. Сугробища такие. Ну прохожу. Ю. 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 Вашнюхил какой-то. Лаборатория радиологии. Это послеаварийное, видимо, было. Вот следы какие. Пошел по непроходимым тропам, набрался снега. Вот такая атрибутика Советского Союза. Серпу Мололь. Видите, да? Это тот лес Хозах. Внизу там был магазин, кстати. А вот это свидетельство о том, что в какой-то период это был дом, в котором проживали представители еврейской национальности. Вот орнамент такой красивый, видите, да? А потом, видимо, национализировали. И здесь стал находиться лес Хозах Чернобыля. Вот. Красивый орнамент. Здесь усадьба разрушена. Только хозяйственные постройки были внутри. Ленина 13. Вот там вот наблюдается. Ну, по всей видимости, это было какое-то госучреждение. Вот здесь домик. Не знаем, какой он номер. Не видно. А нет, по всей видимости. Здесь тоже был какой-то магазин. Или учреждение. Неизвестно. Так, здесь тоже с противоположной стороны домик дерева упало. Приходит негодность. Ленина 20. Ленина 20, да. Внутри объективные постройки. Вот. Вот здесь усадьба. Здесь проживал. Может и проживает. Да, он почищен. Вот. Наш знакомый товарищ. Михаил Иванович. Вот напротив дом. Может быть живой. Улочка такая примыкающая пошла. Очищены даже переулочки. Не то, что улочки. Вот. Ленина 17. Вот одно из предприятий было. Написано отдел охраны труда и экологии. Написано на украинском языке. Я перевожу. На украинском звучит так. Видел охороны праций, та экологии. Министерство надзвучайных ситуаций. Вот такое двухэтажное здание. И здесь вот такое здание. Так. Это здание старое. Мы тоже отдельно с него снимали. Показывали, рассказывали. Это синагога была. Из четырех, которые в Чернобыле. Одна из них. Мы знаем, где находятся. Две. Одна это бывший клуб. Вторая тут, который мы видим перед собой. И третья, четвертая для нас неизвестна. Улица Ленин, номер 26. Красная звезда. Атрибутика необходимая для того времени. А орнамент такой красивый, где вокруг. Вот. Здесь проходили собрания. Еврейских. Вот. Еврейских общин. Национальность. Напротив дома, усадьбы. Табличка снята. Ну, как говорят по вере, таблички снимали те, которые... Люди, те, которые проживали в этих. Дома на память себе снимали. Есть такая информация. Подтвержденная, будем говорить. Вот здесь таблички сняты. Визуально показываем дом. Усадьба. Зеленый домик такой. Ленина 25. Может, еще кто-то, повторюсь, вспомнит свой дом. Ленина 27. Ставни закрыты. Дерево упало. Крыша повредилась. Дом приходит в негодность. Двухэтажный вот такой домик. Двухподъездный или одноподъездный. Тоже видим, крыша провалилась. Вот. И там уже приходит негодность. Несмотря что кирпичное здание, оно приходит негодность. А, Ленина 30. Адрес Ленина 30. С противоположной стороны, вдалеке, там видим сооружение здания. Вот. Магазин какой-то был. Вот. Судя по конструктивным особенностям, это понятно, что магазин. Вот велосипедист едет. Вот здесь вот такой домик по улице Ленина. Какой номер, неизвестно. Вот велосипедист едет у нас. Домик вообще пришел в негодность. Несмотря на то, что он комбинированный, из кирпича и дерева сделан. Но время сделало свое дело. Прилес воздействия природные. На противоположной стороне от усадьбы была такая вот. Вдалеке двухэтажный. Не, двухуровневый был. Подвальный, цокольный вроде этаж. И первый этаж. Может быть, другой. Вот такой вот домик. Кирпичный, обложенный кирпичом. Улица Ленина, 20. Сколько нарисовано? 26, по-моему. А здесь Ленина, 42. Какое-то учреждение было, судя по решеткам. По всему, то, что там наблюдается. Вот такой вот домик. Ленина, 39. Ставни закрыты. Вот. Противоположная сторона, улица Ленина. Кирпичный домик. Номер неизвестен. Вот. Такие вот пейзажи. А там вдалеке тоже улица Ленина, 41.1. Да, вот какой-то домик такой есть. Ну вот. Труп 1. То есть в глубине, в принципе, тоже есть постройки. Вот улица Ленина. Взят номер. Здесь такой большой промежуток. Идет парковая зона или это усадьба. Ничего не наблюдаем. Вот жилой домик. Наверное, ворота металлические. Вот. Такой. Ну, мы видим. Так. К нам вдалеке вроде бы Ленина, 49. Домик. Рядышком домик. Не видно. Какой номер. Ну, сегодня необычно тепло. Но солнышко так вообще греет. Прям прогревает спину. Ну, сзади на солнышко находится. Подсвечивает так. Вот дома. Типа времяночка. Или летняя кухня, так называют, деревянная. А напротив, вот здесь вот капитальный дом. Ленина. Какой номер неизвестен. С противоположной стороны парковая зона. Она и получится до конца. Стараемся дойти до конца улицы. Она длинная, самая большая. Вот такой вот домик. Имеет номер Ленина, 57. Капитальный. Но с противоположной стороны парковая зона. Ничего не видно. Вот. Ленина, 17. Все это пешком приходится преодолевать. Гараж. Но, тем не менее, видите, вон следы кто-то заходит в дома. Не мерзся, кому-то поладить. Есть желание. Вроде сходят. Чего-то ищут. Вон третий рог поднялся. Вот домик. Навес вот такой вот. Тоже здесь. Видите, такой орнамент красивый. Выходная дверь была. Окна разбитые какими-то посетителями. Парковая зона. Ничего не видно пока. Вот. Вдалеке. Вот домик. Есть. Гараж в развалины. Вот. Вот такой вот домик без номера. С противоположной стороны. Здесь парковая зона идет. Вот. Да, следы невидимых людей. Не зверей, а людей. Ходит все равно. Что-то бродит, что-то ищет, выискивает. Так. Ленина. Восемьдесят восемь. Тоже. Внутри строений много. Этот дом был, видимо, на несколько семей. Вот дом старенький. Резной палисад. Смотрите, все у них так это было красиво оформлено. Но дом пришел уже, в общем-то, в негодность. С противоположной стороны. По улице Ленина никого. Ничего, никакой информации нет. Этот дом мы уже показывали, рассказывали. Вот. Там вот написано. Сейчас я приближу. Вот. Читаем вот так. Академия наук. Академия наук. Союза Советских Социалистических Республик. Вот в этом доме было представительство на момент после аварии. Рядом примыкающий дом жилой. Здесь вот улочка идет такая вот. Очищено все. Вот Ленина 7. Там вот еле заметно. Вот какое-то учреждение вывеска. Вот сейчас это непонятно, что это. Так, здесь организация находится до сих пор еще действующая. Какой-то трубопровод идет. Тепло поступает. Вот. А может не поступает, потому что какой-то теплоизоляции нет. Ленина 79. С противоположной стороны. Парковая зона. Ничего нет. Ленина 81. Вот. Рядышком Ленина 83. Дома на то время были ухоженные. Видно, сколько времени прошло. Они имеют, в общем-то, вид. Ленина 85. Вот. С противоположной стороны Ленина 12, наверное, да. СЭС. Санэпидемстанция. Вот. Ленина 104. Это поликлиника была. Мы о ней подробно рассказывали. Внутри, наружи. Вот. Что там находили, что видели. Все там это дело наблюдалось. Поэтому останавливаться не будем. Тоже он кто-то ходит. Следы. Видите, да? С противоположной стороны Ленина 89. Вот. Ленина 91. Что характерно, что везде следы человека есть. Что он тут ходит? Вон. Хотя это вроде бы, может, и животное. Далее, ускоренным передвижением хочется дойти до конца улицы. Она очень длинная, в общем-то, эта улица. Вот такой домик. Ящики для писем. Кто-то что-то вытащил, валяется от дома. Ленина 97. Вот. Домик. Ставни красивые. С этой стороны ничего. Парковая зона такая вот. Ленина 99. Вот такой вот домик. Видим. Ленина 101. Вдалеке капитальный. Сарай. Вот. С кирпича выложен. С противоположной стороны парковая зона. Ничего не видно. Заросли. Летом все это утопает зелени. Вот. Возле 101-го дома рядышком. Нет вывески. Здесь 105-й дом. В противоположной стороны парковая зона. В глубине вон там есть номера остались. Ну, не считаемые для меня. А, 107. Ленина 107. Гараж. Вот. Еще один домик. Это Буглюш. Если может быть он пострадал. Да, от пожара пострадал. Тоже, да, он видно. Номер неизвестный. Домик вообще пришел в негодность. Ну, вот. Здесь улочка проходная была. Все поросло. Сейчас деревья. С противоположной стороны наблюдаем парковую зону. Вот есть домик. Выбиты окна. Номер неизвестен. Домикса Ленина. Вот. Сейчас ускоримся. Здесь ничего нет. Никаких домов. Будет возможность по весне, летом снимем. Посмотреть, как это все утопает. Зелени. Все зелена. Ничего не видно. Дорога проездная, которую периодически чистят. Здесь, чтобы деревья не падали. Потому что бывает, что падают прямо на дорогу. Неудобства создаются. Вот такой вот домик. По улице Ленина. Таблички нет, к сожалению. Гараж. Крыша была деревянная, упала. Время повлияло на все эти изменения конструктивные. Далее. Ленина 121. Вдалеке он там проснул. О, оставить. 131. Да. 131 домик. Вот. Вот Ленина. Пабличка не видно. Номерного знака. Люди идут по своим делам. Так, Ленина. Три. Тринадцать, три. Непонятно. Троечка просматривается. Вот. Вот. Народ. Тут почему-то 13. Ленина 13, что ли? Сейчас попробуем прочитать. Так, тут такой вот вид есть интересный. Тут такая затока. Это чернобыльский судостроительный или судоремонтный завод. Предприятие. И, кстати, там вот на острове находится тоже памятник Ленина. Надо будет как-нибудь туда сходить. Бюст. На постаменте. Недавно буквально узнал. Думал, у нас один только который в центре стоит памятник. Нет. А здесь Ленина 141. Или там таблички. Вернее, номер отпал. Вот. Поэтому как-то нумерация пляшет. Вот такие дома. В правой стороне у нас уже идет набережная. Набережная. Это затока реки Припяти. Вот. Ленина 145. Ну, по сути дела, я понял, сейчас немножко мы приближаемся уже к финалу. Вот такой вот домик по улице Ленина. Еще раз повторюсь, все делаем для того, чтобы народ может увидеть свои дома. Судьба после аварии на разбросала по разным уголкам мира, будем говорить так. Потому что по-всякому сложилась судьба у людей. Но, тем не менее, иногда в память приходят такие моменты, люди вспоминают. Вот такой вот домик с элементами деревянного зодчества. С видом на реку Припять или затоку. Усадьба. Вот такая вот следы неведомых зерей. Вот такой вот домик. Крыша упала и домик пропала. Вот рядышком тоже строение какое-то хозяйственное находится. Вот капитальный был дом кирпича. Но крыша упала и домик пропала. Вот такая парковая зона. Мы уже будем финишировать. Значит, мы начали с первых номеров и заканчиваем последнюю. Но, к сожалению, не видно. Это после пожара, он видно. Огарки валяются вокруг. Упала крыша. Вот такие пейзажи. На фоне всего. Так. А может быть и дальше она еще идет. На улицу Кирова, насколько я знаю, выходит. Вот эта дорога у нас. Но тут, к сожалению, табличек нет. И не читаемые. Так, а у нас здесь чищенная дорога. Нет, просто колея. Просто колейная. Вот такой деревянный дом. Сожжен кем-то врагами. Вот. А ну-ка тут читаем, что у нас написано. Ага, улица 25-го Желтня. Все, это совсем другая улица. Вот. Это Чернобыль лес. А, Чернобыльская пуща. Чернобыль лес, Чернобыльская пуща. Как она только не называлась. Раньше это все было красиво. Сейчас поржавело. И читается с трудом. Может кто-то работал в этой организации. Вот. Не спускаться не будем. Но отсюда, видите, вдалеке там река Припять. Мост автодорожный. Там находится судно есть, которое притонут и затонут. И будет интересно. Может мы по лету это делаем с ним. О, вдалеке, видите, да? Камера снимает. Такие вот судно, которые притонули, затонули. Так, еще вот к этому дому следующему подойдем. Посмотрим, какая там у нас улица. Ну, вот. Потому что ориентируемся только по названиям. Как говорилось. Купи карту лапать. Ну, где ее купить? Хотя, наверняка найти можно. И посмотреть. Рог. Так, нечитаемая. Была вон табличка в уголку. Осталось место, где был дом. Номер дома, нумерация дома. И все, пожалуй. Какая-то техника. Какая-то машинка. Да. Какая-то машинка. Или запчасти машинки перевернутые. Нет, здесь проходимая улица. Поэтому наверняка тут все поснимали. Угу, только видна табличка была. И все. Так, если был бы женой дом, табличка могла остаться. Так, если вы не забыли. Ну, да.